Всем привет! И веселой атмосферой. Весь сыр-бор сюжета вертится вокруг незаконной реализации виски и борьбой между изготовителями этого самопального пойла. В США тех, кто занимаются доставкой и реализацией незаконного алкоголя, называют бутлеггеры. Тех же, кто занимается варевом этого напитка, называют муншайнерс – муншайнеры, а само варево – муншайн, в периоде – лунное сияние, из-за специфического цвета продукта. Ну, как вы уже догадались, речь идет о самогоне. Да-да, это он самый, за который и у нас тоже по голове не гладили. Многие, может быть, помнят этот специфический запах в подъездах, когда практически половина квартир в доме гнали самогон. Ах, вот было время. Люди скупали в громадных количествах сахар и дрожжи. На первый взгляд могло показаться, что в стране все любят домашнюю выпечку. Кстати, есть мнение, что название «Муншайн» происходит из-за того, что гнали в США напиток ночью. В общем, теперь вы поняли, что муншайнеры – это те же самые самогонщики. Но вы помните, как у Гайдая. В главной роли снялся Дэвид Карадайн. В майке-алкоголичке – подтянутый, с короткой прической и серьгой. Внешность, как у постоянного посетителя гей-бара. Но в киноленте он – само олицетворение брутальности и отчаянности. По ходу сюжета его герой решает кучу проблем, не забывая раздавать пинки и удары кулаками. В ленте просто невероятное количество погонь. Как на машинах, так и на лодках по заболоченным местам Флориды. Поскольку лента снималась во Флориде, то буквально ощущается огромная влажность и жара, которая, возможно, испекла мозги многим участникам этого действа. Ну где вы еще увидите вполне себе обычную по местным меркам проповедь? Куда собрались местные жители? Но где настоятель церкви борется с аллигатором, попутно читая проповедь всем присутствующим? Или вот еще, например. В этом фильме на дороге устроили самую настоящую скоростную погоню с перестрелками и швыряниями коктейлями Молотова из самогона? Злодеи в фильме все исключительно мешки с дерьмом. По крайней мере, на фоне Дэвида Кэррадайна. Несмотря на хабалистость и грубость, мозгов у бандитов хватает лишь для простейших элементарных действий. Ну, вроде пострелять на полном ходу из ружья или протаранить казенный автомобиль. Несмотря на аварии и стрельбу, создатели обошлись без человеческих жертв. Но, как таковые, жертвы в ленте все-таки есть. Режиссер киноленты Кори Аллен снял качественное кино, максимально наполнив его словно фаршированную индейку всякой всячиной. Оператор Джеймс Пергола запечатлел на камеру зажигательные сцены действий как с автомобилей, так и с воздуха. Кроме того, в ленте есть эпизоды с воздушными катерами. Ну, теми самыми, где водитель сидит на постаменте в кресле, а позади него огромный вентилятор, который и двигает водку. Вообще, работа оператора оказалась настолько успешной, что его видение, водной стихии, позволило поучаствовать ему, опять же, в качестве оператора, на таких телесериалах, как «Гром в раю» и «Спасатели Малибу». Фильм сверху и донизу наполнен южным колоритом, начиная от беззубых самогонщиков-реднеков и заканчивая прекрасными пейзажами городка Нейплз. Трюки и взрывы – это действительно сильные стороны фильма. Несмотря на то, что диалоги ленты уступают в простоте лишь риторике Гуффи, это дает ленте еще один плюс к карме, так как автоматически лента попадает в гвардию к таким шедеврам, как «Смоки» и «Бандит». А значит, помимо приключений, фильм отвечает и стандартам непритязательных комедий 70-х, где герой просто шалопай. Наверняка едва закончивший «Мидлскул». Он смекалистее и сильнее всех мафиози и всех полицейских округа. Не без улыбки смотрятся попытки Дэвида Кэррадайна использовать удары ногами с воинственными криками. Еще бы! Ведь несколько лет назад он снялся в телевизионном сериале под названием «Кунг-фу». На удивление, удачная лента, спродюсированная Роджером Корманом. О взлетах и падениях в карьере этого гениального режиссера и продюсера можно говорить бесконечно. Однако действительно удивляет разносторонность этого кинематографиста, снимавшего жемчужины готических лент с участием Винсента Прайса. А спустя десятилетия он же продюсировал «Смертельные гонки» 2000 года. Несомненно, лента послужит отличным отдыхом от наикрутейших блокбастеров. Сесть на диван или перед монитором и залипнуть на полтора часа перед этим фильмом. Где вы еще увидите, как еще живой и боевитый мистер Кэррадайн ворует сахар для своего самогонного аппарата с завода конкурентов. Рекомендую всем поклонникам Дэвида Кэррадайна, а также ценителям работ Кормана и зрителям полюбивших киноленты со всевозможными погонями и эстетикой, присущей недорогим и легким лентам 70-х. На этом обзор закончен. Не забывайте оставлять комментарии и ставить лайки под роликом. Всем удачи!